Уважаемые участники конференции, ваше ближайшее длительство, разрешите также поприветствовать на ежегодном заседании уважаемого Евразийского экспертного клуба, поблагодарить за возможность принять участие в этом важном тематическом мероприятии. Хотелось бы отметить, что скоро у нас важная дата на днях, исполнилось уже 4 года со дня вступления в силу договора о Евразийском экономическом союзе. И хотелось еще раз подчеркнуть, что за эти годы союз проделал действительно большой путь и уже можно констатировать, что этот союз состоялся как международное интеграционное объединение и действительно проведена большая и масштабная работа по всем направлениям. Не буду уже останавливаться на статистических показателях в целом союза, так и отдельных экономик. Я думаю, в сегодняшних докладах это тоже будет звучать, но тем не менее, хотел бы отметить, что общий тренд налицо за последний, особенно вот это и в 2017 году, и в текущем году отмечается в целом по Евразийскому экономическому союзу. Позитивная динамика практически по всем макроэкономическим показателям, это и по объемам ВВП, пусть они в среднем по союзу не очень большая, но тем не менее, динамика положительная, более значимые цифры роста по объемам внутреннего товароборота между государственными членами Евразийского союза, и по промышленному производству, и по другим показателям важным. И важно помнить, что оценивая вот этот четырехлетний период, что все-таки он пришелся, большая часть этого периода, этого времени, этих четырех лет пришлись на довольно сложный период мировой экономики, который характеризовался и снижением деловой активности, и проявлением каких-то протекционизма и так далее, и, конечно, это не могло не оказать влияния, в том числе и на наш регион. Вот, и поэтому можно сделать вывод, что, говоря сегодня о положительных каких-то трендах наших, в целом нашем союзе и национальных экономиках, можно признать, что они могли бы быть еще гораздо скромнее, если бы не наша взаимопомощь и солидарность в рамках союза. Вот, как уже отмечалось и Сергеем Павловичем, что много проделано работы за последнее время, в том числе, и запущенное, ну, вообще, как бы, благодаря наднациональному праву образуется более совершенная юрисдикция, регулирование в разных отраслях, как вы знаете, уже запущенные единые рынки лекарственных средств, медицинских изделий, и вот, как уже звучало, на последнем заседании Высшего Евразийского экономического союза был принят ряд важных решений в сферах и промышленного сотрудничества, и энергетики, которая состояла в декабре. Не буду повторяться, то, что, допустим, этот год знаменовался важным тоже событием, это вступление в силу таможенного кодекса союза, который значительно упростил процедуры таможенные для бизнеса, что очень важно, и внедряются в таможенном деле передовые цифровые технологии, и на внешнем треке у нас большая работа проведена, и действует уже зона свободной торговли с Вьетнамом, и запущены, и подписаны соглашения с Ираном, и с Китаем, и так далее. Хотел бы еще остановиться немного, так скажем, на нашем двустороннем белорусско-армянском треке, который опять же подтверждает цифры нашего взаимного товарооборота, подтверждают, что большая проведена работа, и создаются условия именно в рамках союза. Свидетельством этому наблюдаемая в последние годы позитивная динамика торговли между Белоруссией и Арменией. В частности, в 2017 году объем двусторонней торговли вырос на 33%, достигнув фланги в 43 миллиона долларов. В текущем году положительные тенденции в торговле сохранены. В частности, сейчас есть данные только за 10 месяцев 2018 года, наш объем товарооборота возрос почти на 30%, и уже за этот период, за 10-месячный, практически перекрыл показатели за весь прошлый год. И на чем особо хотел акцентировать внимание, что только в текущем году объем армянского экспорта на территорию Республики Беларусь возрос почти на 75%. Что говорит о том, что и армянские поставщики постепенно находят свои ниши на территории Республики Беларусь. Такая же еще более хорошая динамика в последние годы отмечается и по росту двусторонней торговли услугами. То есть транспортные, туристические, образовательные, медицинские и так далее. Конечно, все мы отмечаем сохраняющиеся для нашего союза риски и вызовы, исходящие, в первую очередь, как мы видим, от внешних сил, потому что это и разного рода неустойчивость на глобальных рынках, волатильность мировых цен на базовые энергоносители, рост протекционизма, то, что я уже отмечал, и другое. Имеются определенные проблемы в нашем внутрисоюзном взаимодействии, что отмечается всеми лидерами наших государств, членов ЕС. И в первую очередь, это все еще сохраняющиеся препятствия внутренней нашей торговли, внутрисоюзной, над устранением которых нам еще предстоит усердно работать. Также хотел бы отметить важную роль Республики Армения в интеграционных процессах, в том числе большой вклад, подходит практически в организацию значимых мероприятий в этом направлении. В качестве примера хотел привести, что осенью текущего года гостеприимный Ереван стал площадкой проведения важного и крупного делового форума Евразийской недели, в котором приняли участие свыше 2500 участников из 25 стран, что говорит о большом росте интереса и не только среди бизнесменов стран, государств-членов Союза, но и зарубежных государств третьих. И в рамках форума было организовано свыше 35 крупных деловых мероприятий. Состоялась масштабная, впервые в рамках этого форума была проведена масштабная выставка с участием более 100 экспонентов из всех стран Союза. Кроме того, на полях этого форума еще и было результативно проведено выездное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Одним из эффективных механизмов в этой работе являются и такие мероприятия, подобные сегодняшнему, когда эксперты, ученые, политики встречаются, обсуждают актуальные вопросы сотрудничества и вносят какие-то предложения по возможным путям, поиску путей решения каких-то проблем. Заседание Евразийского экспертного клуба уже стало доброй традицией, она приобретает, набирает все большую популярность, и поэтому хотел бы пожелать всем участникам сегодняшнего клуба успешной работы. Уверен, что следующий год, а это год председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, станет еще более насыщенным в части проведения важных мероприятий в вашей гостеприимной стране и уверен, что и также обеспечит напряженную, в хорошем смысле, работу вашего клуба. Пользуясь случаем, также разрешите поздравить всех с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова, и пусть Новый год принесет всем удачу и новые значимые успехи. Спасибо большое!